Любой день оттуда – это урок до сегодняшнего дня, если уж так говорить. Просто, видите, часто ведь как бывает, например, общество развивается, ну, как вот мы начинали говорить, люди стали жить лучше, в материальном плане. Но это вовсе не значит, что и культура тоже развивается. Ну, редко связанные вещи, на самом деле. А здесь вот как-то и все, что называется, пошло вверх. Да. Ну, нет, не все. Вы знаете, я бы хотел обратить ваше внимание, что вот именно в этот период, коллеги упрекнут меня, если я этого не скажу, и история, наверное, упрекнет меня, как раз в этот период происходила вот очень сильная такая вот девальвация национального культуры языка. Потому что вот этот вход, вход «Светлое будущее» предполагалось, что он будет осуществляться именно на русском языке и русской культурном багаже. Понимаете, и в это время происходит дальнейшее сокращение числа белорусских школ, в это время происходит сокращение числа газет, которые издавались на белорусском языке, и белорусский язык занимает вот ту нишу, которую он сегодня занимает, а именно такую вот, знаете, фольклорно-этнографическую. Значит, это дело писателей, поэтов и фольклорно-этнографических каких-то праздников и так далее. То есть, ну, а если мы говорим о чем-то серьезном, то об этом нужно говорить на русском языке, потому что, ну, по умолчанию. Ну, вместе с тем, два государства. Нет, нет, я просто констатирую факт, что это было, это было, и, понимаете, можно бы, конечно, к этому найти объективное оправдание. То есть, происходила урбанизация, урбанизация республики. Вот именно в этот период вступила Беларусь, когда большинство населения жило в деревне, а вышло из этого периода она, когда уже будучи городской республикой, когда большинство населения жило в городах. И приезжая из деревни в город, новые горожали, стремились избавиться от всего, что могло выдать в них недавнего деревенского жителя. И вместе с вот этой одеждой, вместе с привычками какими-то, конечно, нужно было избавиться от этого белорусского, белорусской тросянки, на которой мы говорим, да, и заговорить по-городскому. А по-городскому это по-русски. Вот, поэтому это был очень важный такой вот маркер модерности, современности. Это когда ты говоришь на хорошем русском литературном языке. И вот это... На хорошем белорусском. А хорошем белорусском говорили писатели, в Союзе писателей. Вот, поэтому... Вот это тоже была тенденция. Но я, вы знаете, я интервировал нескольких людей, которые жили в эту эпоху и занимали определенные... Скажем так, были активистами комсомольскими. Я интервировал, например, участника первой белорусской команды КВН, которая в середине 60-х годов заняла второе место в общесоюзном соревнованиях по КВН. И я задавал вопрос, среди прочего. Скажите, а вот как, вот представители молодежи, вы были студентом физфака БГУ, а как вот с языком обстояло дело? И он мне отвечает, вообще никак. Так, мы даже не думали об этом. Мы даже не думали об этом. То есть мы говорили на русском, а на каком же еще можно было говорить? Ну, смысл ответа был такой. Но вместе с тем, мы знаем о том, что у нас сохранились документы, мы знаем о том, что именно в этот период студенты филологического факультета БГУ они обращались во власть, в правительство с просьбой перевести все обучения, перевести все предметы на белорусский язык. И заявляли о том, что это их право. Как белорусов получить образование на белорусском языке. То есть вот совершенно противоположное. Ну, как мы, то, с чего мы начали. Черное и белое. Как много прекрасных вещей, которых мы сейчас вспоминаем с гордостью. Как-то действительно и общесоюзного масштаба. Ну, и первый полет в космос. Но там же тоже белорусская рука. Белорусский след-то в этом всем есть с союзом космоса. Без него тоже никак. Это, в общем-то, достижение всего Советского Союза. И наше в том числе. И это тоже предмет нашей гордости. И то, что конкретно в Беларуси сделано. И то самое советское наследие, на котором до сих пор мы еще пользуемся. И мы пользуемся. И слава богу, что оно когда-то было и создано было как раз в ту эпоху. В эту вот золотую. Да, еще раз говорю. Да, это самое такое вот такая спокойное и комфортное для жизни людей время. Это середина 20-го, 20-го века. И еще раз говорю, что вот именно об этих десятилетиях двух как раз и, наверное, большинство сегодняшних, ну, старого поколения людей, к которому я уже тоже отношусь, наверное, вспоминают, ну, как бы, это теплотой и ностальгии именно об этом 20-летии. Ну, во всяком случае, наверняка не о большом терроре 37-го, 38-го годов, да? И не о зарплатах в эквиваленте 15 долларов, которые мы получали в начале 90-х годов. Да, в конце 80-го. Золотую.